Представитель предстоит доклад на тему свисообразной системы и реставрационной биопсии предстоятельной железы. Начиная свой доклад, я хотел бы сделать маленькую историческую справку. Впервые методика получения материала для орфологического исследования для предстоятельной железы была разработана именно для промежестного доступа в 1922 году. Только 15 лет спустя Астральди предложил трансрактальный доступ, который в настоящее время является очень признанным и более даже распространенным. Сама история, что системная биопсия достаточно короткая, с где-то 15 лет. Барбаровник в 2000 году впервые представил материалы более 100 пациентам, которым выполнялась биопсия трансрактальная. Свою методику назвал как расширенная биопсия, хотя среднее количество биоптатов было более порядка 22, что по всем современным представлениям смело может отнести к системной или реставрационной биопсии то, что он предложил. И годом позже Стюарт впервые вводит термин «сатурационная биопсия», который произошел от английского слова «сатурация», что значит насыщение, описывая феномен отсутствия значимого лечения в рублямистерапии при сцветной железе, в ходе выполнения биопсии и в дальнейшем лечении числа биоптатов. В настоящее время существует достаточно четкое определение данной процедуры, как вмешательство, в ходе которого осуществляется забор не менее чем 20 биоптатов. Стурационная и системная биопсия может выполняться как концертальным, так и промежностным доступом. Промежностный доступ в настоящее время является более предпочтительным, потому что имеет целый ряд существенных преимуществ. Во-первых, это от точности и воспроизводимые заборы биоптатов, которые обусловлено используют решетки и ультразвуковый датчик, который жестко фиксируется на подставке, что позволяет достаточно четко регистрировать те места, откуда мы забираем эти биоптатов. Далее, это возможность получения материала практически из-за львого отдела железы, что, в общем-то, загружительно при трансактальном доступе. В первую очередь, это передняя зона и частично апекс. Третье преимущество, а именно предпочтительные пациенты с высоким риском инфекционных осложнений, оно, в общем-то, несколько спорно, потому что проводились многократные исследования, которые сравнили с трансактальным промежностью доступа, и было показано, что они, в общем-то, одинаково, в том числе осложнений, в том числе инфекционных. Однако, вот некоторые авторы, скажем так, рекомендуют, например, в сутки, когда у пациентов имеется повышенный риск развития техосложнений. То есть, это именно сепрессивные состояния, либо длительный прием антибактериевых препаратов по поводу сопутствующей патологии в течение года, который участвует в такой диапсии. Ну, а какие есть преимущества, естественно, есть некоторые недостатки. Во-первых, это необходимость использовать специальное оборудование, что, в общем-то, ограничивает применение данного вида биопсий, по сути, теми центрами, где выполняется либо брахитерапия, либо креотерапия предстоятельной железы, и, естественно, выполнение в социальных условиях, так как требуется анестезиологическое пособие. То есть, спинальная анестезия. Хотя, существуют работы, которые описывают методику забора биопатов через промежность при помощи местной анестезии. Это блокады полового нерва, парапростатические блокады, но практического применения данной методики, в общем-то, не получили широкого. Значит, в каких же клинических ситуациях целесообразно использование системной анестезиологической биопсии? Значит, если брать современную научно-практическую литературу, как онкологическую, так и урологическую, то подавляющее большинство авторов рекомендуют ее выполнять по повторным показаниям. То есть, когда имеются первичные негативные стандартные биопсии и сохраняется подозрение на наличие рака. А именно, сохранение поучных уровнях ОСА либо продолжающихся его рост, а также у деревятов. Либо сохранение подозрительных пальпаторных изменений или изменений на ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии. Кроме того, это присутствие множественных очагов, три более pink, high-grade. Также наличие типичной мелко-арцинарной пролиферации в материале предшествующих биопсий. В связи, скажем так, с повышенным интересом к мр-таргетной биопсии появляется еще такое более узкое показание. Это невозможность выполнения мр-таргетной биопсии. Как правило, это при наличии пациентов металоконструкций и в случае возникновения повторных показаний делать системную биопсию методом выбора. Значит, кроме того, такое тоже достаточно редкое показание – это морфологическая верификация рецидива после фокальных методов лечения. В частности, у себя в институте мы широко используем этот метод именно в данной ситуации, так как в условиях лечебного патоморфоза достаточно сложно перифицировать процесс при стандартной трансарктальной двенадцатикольной биопсии. Значит, следующая группа показаний – это, по сути, показания, когда системная биопсия выполняется по первичным показаниям. То есть, их, по сути, два. Первая – это пациенты, которые находятся под активным наблюдением. Ни для кого не секрет, что в последнее время считается, что порядка 25-30% пациентов получают агрессивное, необоснованно агрессивное радикальное лечение. Для того, чтобы более-менее адекватно подобрать пациентов для данного вида лечения, необходимо соблюдение нескольких условий. Ну, во-первых, это более точное определение истинного объема поражения и достаточно точное определение степени дифференцировки, что, в общем-то, возможно именно при системном заборе материала. Вот. И, скажу, важный момент – это вот то, что в ходе наблюдения за этими пациентами есть необходимость выполнять повторные биопсии. Значит, во время нет четкого представления о том, как часто это делать, в каком объеме. Вот. И в связи с этим хочется привести такую работу, где на достаточно большом клиническом материале, порядка 600 пациентов, было показано, что тем пациентам, у которых выполнялась первичная трансрактальная инструкционная биопсия при отборе для, скажем так, активного наблюдения, при последующих повторных биопсиях, в случае, если эта биопсия была отрицательной, рак диагностировался достаточно редко. При этом практически всегда он был клинически незначим. Из-за чего авторы делают заключение, что первичная сатурационная биопсия позволяет снизить резкость, снизить частоту вот этих вот повторных биопсий в ходе динамического наблюдения за пациентами. Значит, ну, если говорить о сатурационной биопсии, сейчас, типа, первичным показанием нельзя не сказать о ее высокой диагностической эффективности, что, в общем-то, очевидно, чем больше биоптатов мы берем, тем больше вероятность что-то найти. Вместе с тем очень много работ, которые говорят о том, что такое большое количество биоптатов идет к гипердиагностике технически незначимого рака предстательной железы. И, наверное, это утверждение, в общем-то, справедливо и логично. Однако в определенных ситуациях все не столь однозначно. Вот в этой связи хочется представить также материалы большого исследования. Это мета-анализ, который включал в себя порядка 8 отдельных исследований, и всего в нем было порядка 12 тысяч пациентов. Они были разделены на две группы, примерно одинаковые, и сравнилась расширенная биопсия предстательной железы и первичная сатурационная. Значит, в том случае, когда пациенты подходили под вот эти вот критерии, то есть ПСА меньше 10, объем простаты более 40 кубических сантиметров, плотность ПСА меньше 0,25, значит, при этих условиях было показано, что первичная сатурационная биопсия существенно превосходила расширенную частоте выявляемости рака, при этом частота клинически незначимого рака в этих группах была сопоставима и статистически не отличалась. Значит, следующим показанием для системной биопсии, который выполняется по первичным показаниям, является отбор кандидатов для фокальной терапии. В этом вопросе, скажем так, была определенная эволюция взглядов, то есть изначально, когда тема фокальной терапии только начиналась, в общем-то, всеми специалистами рассматривался этот данный вид биопсии как единственный адекватный метод подбора пациентов для фокальной терапии. В последующем, когда у нас появилась мультипараметрическая МРТ, были определенные надежды, ожидания в связи с этим методом диагностики и, скажем так, сатурационная системная биопсия начала постепенно уходить на второй план. Вместе с тем, вот последние рекомендации, заключение консенсуса 2015 года специалистов по фокальной терапии, говорят, что как мультипараметрическая МРТ, соответственно, МРТ-аргетная биопсия, так и сатурационная промеженственная биопсия являются адекватными методами, равнозначными, равноправными при отборе пациентов для фокальной терапии. Если мы посмотрим рекомендации Европейской ассоциации уролоков от 2016 года, то там фраза более категоричная, она не меняется уже несколько лет. Кандидаты для фокальной терапии должны отбираться на основании результатов промеженно-сатурационной биопсии. При этом мультипараметрическая МРТ, либо с биопсией, либо без, должна рассматривать в качестве опции в экспертных руках. Мы, исходя из вышесказанного, в научно-исследовательском институте онкологии Непетрова в рамках двух мер, это разработка методики диагностики фокального рака предстоятельной железы, фокальных методов его лечения, а также разработка новой технологии учетерапии, психоходозной бракетерапии, стереотактической учетерапии была пройдена и продолжает проводиться данная работа. Значит, были сформулированы три основные задачи. Это оценить выявляемость рака предстоятельной железы при ситуационной промежности биопсии, которая выполняется по различным показаниям, оценить частоту осложнений и разработать методику ситуационной биопсии, которая позволяет оптимизировать проведение высокодозной бракетерапии. Значит, материал. 67 пациентов, которые были разделены на две группы. В первую вошли 37 человек. Единственным, как бы, основным, обязательным критерием включения в данную группу было то, что уровень по сравнению на момент течения был менее 10 мг на мл. Повторная биопсия – это 30 пациентов, то есть те, у кого была одна или более негативных трансактальных биопсий в анамнезе. Значит, методика биопсии. Ну, различные авторы при планировании сатурационной системной биопсии, в общем-то, делят ее, как правило, на различные зоны, сектора. Их количество может быть разным – от 8 до 32. Вот. При проведении биопсии по нашей методике мы отказались от этого отделения и покрывали весь объем железы, рамном измененной системой пулы с шагом в 5 мм. Это стандартный шаг в браке терапевтической решетке, чем мы обеспечивали системный забор материала. Единственной зоной, которая, скажем так, была особой зоной нашего интереса – это была так называемая парорутральная зона. То есть это часть железы, то есть фактически это сектор железы шириной 1 см, потому что вот расстояние между ближайшими точками – 5 мм. В центре уретра – 5 мм вправо, 5 мм влево. Вот этот вот сектор, этот родной скан, мы назвали как парорутральная зона. И при заборе материала мы обязательно, скажем так, фиксировали отдельно эти столбики и достаточно тщательно их забирали на всю глубину. Вот. Соответственно, для чего было это сделано? В последнее время существует, скажем так, рост интереса к так называемой пакальной брахиотерапии. То есть это уже следующий этап развития ее, то есть как низкодозной, так и высокодозной. Уже даже есть рекомендации по фокальной брахиотерапии, хотя в настоящее время общество специалистов, в общем-то, пока еще не рекомендует ее как полноценное методлечение. То есть идет пока процесс, в общем-то, изучения. Значит, с учетом того, что в большинстве случаев рак предстательной железы является мультифокальным и поражаются две доли, мы отказались от идеи классической фокальной терапии, то есть таргетная пакальная терапия, либо гени-глант брахиотерапия. Пошли по пути вот развития вот этой вот методики, которая называется уретро-лоу-доз туннель брахиотерапии, то есть создание низкого туннеля низкой дозы, либо второе название – это уретроспэринг или уретросохраняющая брахиотерапия. Вот. То есть мы облучаем всю железу, но максимально считаем уретру как основной критический орган, как мы считаем, при проведении гени-сохранительной брахиотерапии. Значит, практически эта идея может реализоваться двумя способами. Во-первых, так как брахиотерапия в режиме выполняется в количестве нескольких сеансов, от двух до шести, у нас это два-три сеанса. Соответственно, первый вариант, когда пациенту планируется данный вид лечения, и у него уже была выполнена ситуационная биопсия, и мы как бы обладаем всей информацией в плане объема поражения железы и отсутствия наличия опухолевых клеток непосредственно к близости уретру и в паро-ретральной зоне. Тогда все сеансы проводятся с учетом этой информации. Вариант второй. В последнее время он более для нас предпочтителен, так как подавляющее большинство пациентов все-таки приходят к нам на лечение после выполнения обычной транспортальной двенадцатикольной биопсии. Выполнить им с этой целью специально системную биопсию, наверное, не совсем оправданно. В ходе первого сеанса, когда пациент уже находится на столе под спинальной анестезией, мы осуществляем забор биоптатов из паро-ретральной зоны. То есть только из паро-ретральной зоны порядка это 10, 12, 14 биоптатов в зависимости от объема железы. После чего выполняется сеанс по стандартной методике. Между сеансами имеется запланированный перерыв. Обычно это три недели. И к тому моменту мы получаем информацию о оставшиеся сеансы. Соответственно это один-два сеанса мы уже проводим по вот этой модифицированной методике. То есть когда мы уверены в том, что там нет ухлевых клеток, мы планируем таким образом, чтобы снизить ключевую нагрузку. Вот это порядка, то есть реальное снижение осуществляется где-то порядка на 30 процентов под заданное в том случае, если мы уверены, что там нет ухлевого поражения. Значит, ну и теперь результат конкретный. Значит, здесь представлена характеристика пациентов по группам. Значит, ну видно, что они по сути отличаются только здесь в уровне ПСА, потому что первичное было ну и 10, основное условие здесь оно выше, ну и плотность ПСА. Объем представителя желези в обеих группах практически одинаковый 44-42 и количество биотатов, которые мы забирали также в среднем было одинаково 36. Рационарная аденокарцинома была выявлена практически в 60 процентах больных. Вот при этом случае, когда она выполняется по первичным показаниям, это было 54 процента и повторное 66. Значит, морфологическая характеристика биопсидного материала, то есть практически все показатели очень схожи, а единственное, что обращать на все внимание это более высокая частота диагностики более агрессивных в случае повторной биопсии, что, в общем, наверное, объясняется более высоким уровнем ПСА, то есть 5 процентов, где он 80, здесь 25 процентов. Значит, фокальный характер рака был диагностирован 25 процентов, мультифокальный, соответственно, 75. Поражение одной из долей предстоятельной железы установлено 30 процентов в больнице, в 70 процентов наблюдался рак в обеих долях. И вот тоже интересная информация, то, что наличие рака предстоятельной в передней зоне было выявлено 8 человек, 20 процентов, в общем-то, той зоны, которая имеет особый интерес именно при промежностном доступе. Значит, теперь по поводу биоптатов из пароутральной зоны. Они выявлено 27 человек, то есть 67,5 процентов. Это достаточно высокий процент, в общем-то, но он объясняется тем, что это вот понятие пароутральной зоны, это интегральное понятие. То есть нельзя его отождествлять с сугубо транзиторной зоны. То есть это существенная часть апекса, базиса, передняя зона. И поэтому такая высокая частота обнаружения там опухолевых клеток. Ну и, соответственно, наличие опухоли в пароутральной зоне при повторной биопсии выше 75 процентов, при прилично 60 процентов, что, наверное, объясняет вот эти негативные и первичные трансарктальные биопсии, которые, скажем так, осуществление которых пропагандируется, скажем так, принцип максимальной улатерализации вколов. Значит, клинически незначимый рак. Вот критерии, они всем хорошо известны, критерии Эпштейна. Исходя из этих критериев, мы обнаружили клинически незначимый рак вот 10 процентов. Хотя справедливо стирать надо сказать, что, наверное, это не совсем адекватно. Почему? Потому что одним из важнейших критериев здесь это количество позитивных биоптатов, то есть это не более двух, а эти критерии рассчитывались исходя из стандартной биопсии. Поэтому, когда количество биоптатов превышает 50-60, наверное, это не то же самое. С другой стороны, при подсчете мы используем, скажем так, не абсолютное количество биоптатов позитивных, а относительно показательных. То есть число позитивных делено на общее число получаемых биоптатов. Значит, осложнения биопсии. Также они здесь представлены. Из инфекционных осложнений один случай остроит эпидемита, простатитов не было, гематурия, формирование гематомы. Ни в одном из случаев, которое не требовало никакой вообще коррекции, полностью все это проходило самостоятельно. И вот, скажем так, то осложнение, на котором хотелось бы специально отметить его, это острая задержка мочи. Всем данным литературным, в общем-то, как считается, минус промежностной биопсии, это высокая частота задержки мочи, порядка 10%. В нашем исследовании это было 2 человека, всего лишь 3%. Вот. Причем у обоих из них в анамнезе уже были острые задержки. Поэтому эти уже пациенты, они были, как бы, по данному осложнению, запрограммированы. Вот. Ну и какие можно сделать выводы? Ситуационное промежностное биопсии является эффективным, безопасным методом диагностики рака предстоятельной железы, и она представляет собой метод, наиболее точный для определения патрографии рака предстоятельной железы, что может быть использован для планирования методик лечевой терапии, которая предполагает снижение лечевой нагрузки на критические структуры. Благодарю за внимание.